здравствуйте друзья единомышленники я рад что мы снова вместе мы начинаем свое новое занятие потому что каждое вебинар это действительно занятие и с учетом того что сегодня очень много новых участников я хочу сделать как бы некое разъяснительное сначала вступление почему мы этим занимаемся что мы стремимся через это достигнуть то есть к чему мы идем целеустремлены дело в том что уже много лет и в своих книгах и на семинарах я предупреждал что мировая константа чистота шумана которая равняется 7 80 герца изменится в сторону повышения до 16 с половиной герц меня опровергали говорили что это невозможно но весной 2019 года специализированная лаборатория томского государственного университета кстати единственные в стране который мониторит эту частоту зарегистрировала зарегистрировала ее рост до 14 с половиной герц это событие очень серьезные потому что частота шума на это по сути пульс обиение земли земля это тоже живой организм у нее свой пульс и когда он повышается то меняется практически все чистота шумана напрямую связана с работой головного мозга человека это альфа ритм мозга то есть его сумеречное состояние теперь состоялся переход в бета-ритм а бета-ритм это творческое сознание в этом ритме человек уже очень активно начинает жить творчески это значит что сейчас появится много новых интересных людей которые будут создавать новые произведения искусства литературы потому что это напрямую связано с чистотой работы нейронов нашего мозга но многие люди не выдерживают ритмы болеют уходят из жизни зарегистрированы уже сотни тысяч случаев так называемых внезапных смертей уже давно почти 20 лет назад мной был разработан и внедрён в практику специальный курс развития человека который позволяет подготовить нейроны головного мозга к предстоящим переменам приборно зарегистрирован рост активности нейронов в ходе этих занятий которые мы называем базовыми занятиями нашего курса причем активность растет в два-три раза это приборно зарегистрировано по сути это диссертация нейрофизиолога ольги иванна каюкиной которая в то время была заведующей лабораторией мозга не традиционных методов лечения и который мониторила на протяжении почти полутора лет все вот эти занятия состояние участников и активности головного мозга то есть то что мы говорим это не является предметом там домыслов какого-то пустого мечтания это реально зарегистрированный научный факт курс является частью более глобального плана перевода активности головного мозга в новый частотный диапазон то есть режима жизнь и приспособление его к новым планетарным состоянием эти работы получили поддержку во многих странах мира но к сожалению мало известно в россии это тем более странно что в россии это было признано на самом высшем уровне в 2007 году в мае 2007 года всероссийской медицинской конференции которая проходила в президиуме российской академии наук с участием дерево ведущих директоров институтов специалистов и многих многих прославленных ученых и резолюция этой конференции была такая все случаи достоверны статистически значимы рекомендовать ко всеобщему распространению резолюцию приняли но после этого абсолютно ничего на этом направлении делалось то ли кто-то еще более умный вмешался и сказал вы чего делаете хотя есть о чем задуматься потому что по сути дела летит весь материалистический фундамент науки не только наше отечество вообще во всем мире она везде по преимуществу материалистическое хотя мы материализм не отрицаем мы говорим о том что и материализм и духовная составляющая мира являются неразрывными частями друг друга и влияют друг на друга но упертые материалисты в общем как-то не очень готовы к такому восприятию реальности новая методика в качестве дополнительных результатов позволяет восстанавливать человека при самых тяжелых заболеваниях таких как рак спикт туберкулез и тому подобное то есть у нас такие результаты есть они зарегистрированы более того даже регенерация ранее удаленных органов это вообще стало можно сказать уже хорошо освоенной темы кроме того через регенерацию органов происходит омоложение организма это давно происходит это реальность многие люди которые стоят на этом пути это уже достигают примеры есть их много я тоже считаю себя таким примером потому что в 54 года я регенерировал себе желчный пузырь и аппендикс это было кстати зарегистрировано стандартной медицинской приборной диагностикой то есть у меня есть все документы причем 7 комиссии мне пришлось пройти даже было решение таганского суда города москвы потому что у меня регенерировал желчный пузырь то есть пришлось это доказывать но все признано подписи стоят печати на месте как говорится бумагой подтверждено хотя кому она нужна эта бумага на самом деле людям нужны органы и бумаги ну какой реальности живем то есть стараемся и соответствовать таким образом происходит омоложение ведь мне тоже семьдесят четыре года скоро исполнится у меня чуть седых волос нет ну так пробиваются где-то одиночина это скорее скоро исчезнут совсем сейчас материалы этой конференции наконец-то появились свободном доступе их раньше не было 11 лет стойко молчала наша наука об этом событии но год назад даже уже больше немножко эти материалы появились их четыре части вы можете выйти в интернет наберите там на сайте сайт аркадия петрова древо жизни и там есть четыре как бы видео материала минут по 40 каждый можно просмотреть их просмотреть выступление знаменитых академиков на эту тему там кстати участвовали нынешний министр здравоохранения вероника скворцова она тоже была участница этой конференции вы ее можете там увидеть так что все это есть в свободном доступе наконец-то стало достоянием людей значит переход работы головного мозга на более высокие частоты функционирования позволяют взять под контроль также такую глобальную проблему как нарастающие угрозы биологическим формам жизни со стороны приборов и систем искусственного разума то есть при освоение тех технологий которые мы даем эти приборы ментально контролируются расширение сознания без сомнения сможет контролировать и корректировать угрожающие человеку хотя иррациональные с точки зрения искусственного интеллекта все виды и решения роботизированных систем это немаловажный аспект потому что все фильмы про роботов про угрозы от искусственного интеллекта они появляются не на пустом месте новую программу развития человека необходимо внедрять прежде всего в сфере образования я рад что к нам стали стали приходить уже учителя ученые которые работают в сфере образования это говорит о том что как бы учение выходит на новый качественный уровень это поможет спасти молодое поколение от чрезмерно насаждаемого в социуме рационализма и развернуть детей в сторону духовности и вера в себя а не в какие-то машины и роботов у нас уже есть достаточный контингент специалистов в том числе имеющих научные степени и опыт зарубежной работы готовых к преподаванию и развитию данного направления стоит обратить внимание на то что ближайшей перспективе такая программа может существенно ускорить интеллектуальное развитие молодежи наполнить ее патриотическими настроениями и вследствие этого вывести россию на самые передовые научные и нравственные рубежи в мире ведь именно через мышление создается будущее которое становится настоящим настоящее 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 Продолжение следует...